Платить или не платить? В законе удалось совместить несовместимое, бесплатную медицину, которую гарантирует Конституция, с правом граждан заплатить за медицинское обслуживание. Недовольны еще остались, например, родители, недовольны тем, как в законе прописана охрана здоровья ребенка. Церковь возмущена тем, что в документе узаконено суррогатное материнство. Всех вылечит. Сергей Митрофанов посчитал, сколько теперь будет стоить бесплатное лечение. Мы предлагаем вам добровольно, что вы получили или не получили. Собой у вас находится, что-то вам передаст. Кадры оперативной съемки, задержания в одной из поликлиник. По версии следствия, группа врачей искусственно создавала очереди, а уже после за внеочередность процедур вымогала у пациентов деньги. Вот как это происходило. Врачи при этом оправдываются, мол, пациенты сами предлагают. Просят пойти навстречу. Ну как не помочь, если речь идет о здоровье. Тем более за деньги. Сказали напоследок. Депутаты приняли, а президент на этой неделе подписал. Новый закон об охране здоровья. Вот некоторые нововведения. Теперь пациент имеет право самостоятельно выбирать медицинское учреждение и врача. Вводятся единые стандарты лечения. Отказать медицинской помощи не имеет права. И главное, появилось новое понятие. Платная медицина. Плати и лечись. В государственных поликлиниках и больницах гражданам страны разрешили платить официально. Почему от нас скрывают авторов проектов закона? Еще полгода назад известный доктор Леонид Рошаль выступал категорически против этого закона. Тогда его выступление на форуме врачей вызвало скандал. Но благодаря этому, говорит он, удалось внести поправки. Теперь ясно, кто должен платить. Это когда человек хочет комфортабельных условий для себя. Да, пожалуйста, хочешь, плати. Там два телевизора, пожалуйста, и там банны. Плати за это, да? Когда граждане иностранных государств приезжают или без страховки любые, тоже плати. Но и раньше платили. Подобные кадры, когда врачи за лечение в государственных больницах берут взятки, не новость. Многие эксперты признают, новый закон лишь только официально оформил давно сложившуюся практику. Хочешь лечиться? Плати. Больницы были срочно подготовлены к вашему визиту. Год назад звонок Путину и рассказ о реальной ситуации в больнице в одночасье сделал Ивана Хренова кардиолога из Иваново, известным на всю страну. Только доктор Хрена недоволен был. Он на всех премьеру сложил. Сейчас он в Москве на курсах повышения квалификации на скорое возвращение домой. И работа теперь уже по новому закону, в котором у Ивана масса вопросов. Остается непонятным, что у нас будет бесплатным, что у нас будет платным. А в статье 41 Конституции сказано, что помощь должна предоставляться бесплатно. Я ожидаю того, что медицина превратится в платную. Государство гарант Конституции, говорит Иван. Значит, в государственных поликлиниках и больницах плату брать не должны. Экспериментальная экскурсия в городской больнице в Брянске. Мы решили выяснить, за какие процедуры теперь с нас возьмут деньги. Оказывается, если по записи и по направлению от терапевта, то платить не надо. Сделают УЗИ, кардиограмму, быстро возьмут все необходимые анализы. А если ждать не хочется, то рядом с регистратурой касса. Все те же услуги только по прескуранту. Очень огромное количество людей не располагают временем, но имеют хорошие материальные составляющие. И просят прийти в удобное для них время и максимально короткие сроки получить необходимую медицинскую помощь. За счет вырученных средств, говорит главврач больницы, можно будет повысить зарплату врачам и приобретать новое оборудование. Приказываю 21 ноября закончить контракт с исполняющим обязанностью Тахчиди Христо-Перековича. Скандал недели. Хирург с мировым именем Христо Тахчиди, который уже более 10 лет возглавляет сеть клиник микрохирургии глаза имени Федорова, уволен главой Минздрава за превышение полномочий. Мол, пациенты жаловались, что навязывают платные услуги. Вот наш бюджет нас финансирует только на 100 тысяч операций. Мы делаем еще 100 тысяч операций платных. И на деньги, заработанные на платных операциях, мы делаем еще 100 тысяч бесплатно. То есть фактически удваивая бесплатное количество операций. Так совпало, что Тахчиди увольняли тогда, когда президент подписывал новый закон о медицине, который, то в чем его обвиняли, разрешил. Коллеги и сотрудники клиники выступали в поддержку врача, объявили забастовку. Сам Тахчиди свое увольнение объясняет совершенно другими причинами. Рейдерский захват. Сегодня это 4,5 миллиарда. Ну это очень-очень симпатичный кусочек. С введением нового закона медицина становится слишком привлекательным активом. Она должна была стать счастливой мамой, но теперь лишь детские вещи, как напоминание о трагедии. Марина стала жертвой вымогательства. Врач за то, чтобы принять роды, запросил 300 тысяч рублей. Я настаивала на том, чтобы оплачивать официально. Он сказал, что у него официально, через Павла. Иначе как бы разговора быть не может. Вовремя непринятые меры и как результат ребенок умер в утробе матери. А жизнь самой Марина была на волоске. Сейчас в суде она пытается доказать факт врачебной ошибки, чтобы запретили этому врачу практику. И хотя новый закон охраняет материнство и даже усложнил процедуру абортов и впервые легализовал суррогатное материнство, но вот о компенсациях и страховках от врачебных ошибок ни слова. Страхование ответственности врачей и потом выплата многомиллионных компенсаций, говорят в Минздраве, значительно удорожает и без того недешевую медицину. Проблемы у врачебных ошибок решили по-другому. Вводятся стандарты медицинской помощи. Это описание, что должен сделать врач, какие процедуры прописать, какие уколы назначить, если пациент к нему пришел с той или иной болезнью. Стандарты, которые мы будем издавать и финансово обеспечивать, это будет перечень того, что гражданин по направлению или по назначению врача должен получить бесплатно. И если врач говорит, что та или иная услуга необходима, значит она должна быть предоставлена бесплатно. У гражданина есть полное право. Приведены даже расценки на 2012 год. Сколько заплатит государство за ту или иную медицинскую услугу, оказанную больному. Вот некоторые из них. Вызов скорой помощи 1710 рублей. Посещение поликлиники – 218 рублей. Пребывание в больнице – 1380 рублей в сутки. И эти деньги государство берет не из воздуха. На самом деле медицина не бесплатна, поясняют эксперты. Просто граждане за нее уже заплатили в виде социального налога, который перечисляет в казну работодатель зарплаты. Только в этом году удастся собрать 460 миллиардов рублей. Мы будем смотреть ваши сосуды. В одной из московских частных клиник нам пояснили, теперь система государственной медицины очень напоминает частную. Все определяет страховка. В государственной – обязательно, а в частной – добровольно. Фактически стандарт оказания медицинской помощи, безусловно, очень важная веха в развитии здравоохранения в России, которая позволяет нам, скажем так, оказывать одинаковый уровень медицинскую помощь и в государственных клиниках, и в наших клиниках. Но если все одинаково, а в государственных клиниках плата будет меньше, то люди перестанут пользоваться услугами частной медицины. Но в этой частной клинике конкуренции не боятся. Это для платной медицины стандарты обязательны. А врачам государственных клиник закон их только рекомендует. А это значит, длинные очереди, невнимательные отношения к пациенту и возможность для коррупции никто не отменил. Сергей Митрофанов, Николай Долгополов. Программа «Неделя» РЕН-ТВ.